Вообще вот знаете, что еще раз хочется отметить, вот опять нам в очередной раз нам показывают политбюро, вот это вот, вроде тут все члены политбюро ходят одним большим стадом, да, то есть за Сталиным, реально как овцы за пастухом, там один Берия только такой, знаете, вот он такой, еще этот Боб Хоскинс его так отыгрывает, он такой прям постоянный, замышляющий, такой прям зловредный, такой улыбающийся, такой прям, что-то прям вот постоянно он это, вот, то есть такой, свои дела какие-то мутит, то есть видно, что это второй как бы человек, вот, Сталин, понятное дело, царь, вот, а остальные вообще непонятно, зачем там нужны, вот просто хочется задать вопрос, вот создателям этого фильма хотя бы, да, ну и в том числе всем тем, кто поддерживает эту точку зрения. Ребята, вот ответьте честно, зачем нужно политбюро? Вот зачем? По-моему, вот там, вот если по вашей логике верить, да, там достаточно Сталина и Берии, Сталин главный, как царь сидит, да, Берия, это его заместитель, то есть как бы вот главный такой, второй по значению, все, и больше никого нет во власти. Остальные все там министры, которые вот чисто кивают, услужливые, подчиняются, выполняют то, что им дают приказания. А зачем политбюро? Вот зачем нужно политбюро? Вот нафига оно нужно, вот скажите мне, при этом, при таком раскладе, да, если Сталин не хотел и не желал никого, как бы ни с кем своей властью делиться? Вот объясните, зачем нужны другие? Что они там делают? Просто чтобы бояться, как там говорит этот, они все боятся, даже те, кто рядом стоит, рядом с ним. То есть, это знаете, какие-то мазохисты, что ли, я не знаю, зачем вообще, зачем они это самое, в это политбюро вообще пробрались, остальные все, да, и что они вообще там делают? Они прекрасно, хотя они по идее, опять-таки, я еще раз повторяюсь, я сейчас рассуждаю не с позиции там какой-то, как сказать-то, правильности, неправильности, да, я рассуждаю с позиции парадигмы, короче, данного времени, которые показаны в этом фильме, да. Так, как показано в этом фильме, так, как представил это режиссер, вот как нам показывают, да, что все боятся, все в страхе, но что-то там, зачем-то они там работают, вот зачем, вот зачем туда они лезут, вот почему? Они могли бы спокойно сидеть где-нибудь на каких-то далеких, отдаленных местах, спокойно там, не парясь, не боясь, что их там кто-то расстреляет или что-то там, ну, конечно, их, естественно, расстреляют, это понятное дело, если вы видите, ты фроди, ну, по крайней мере, это произойдет не с такой большой гарантией, как если они будут прямо около Сталина сидеть, да, чтобы он прямо их видел, и тут постоянно так, отметочку делал, так, вот этого расстрелять, вот этого не забыть, расстрелять, да, вот так вот, этого, морда у него неприятная, это вообще пошель нахер, короче говоря, вот, как говорится, зачем? Вот, и вы понимаете, что это самое, тут начинаешь, и когда ты начинаешь об этом конкретно думать, то внезапно приходит понимание, что политбюро-то на самом деле, вот тут как раз и был этот орган власти, и вот эти все остальные члены этого политбюро, там, Каганович, вот эти все, там, Молотовы, там, Маленковы, Калинины, там, Ворошиловы, прочее-прочее, вот эти все, кто были, кроме Сталина и Берии, это был единый общий коллектив. Единый управляющий орган. Вот, и это не Сталин хотел быть господином всего и вся, наоборот, он там руками, если там посмотреть все вот эти вот записи, он руками, ногами везде открещивался от того, чтобы его каким-либо-то образом как-то выдвигали, он единственно согласился стать верховным главнокомандующим, и то это произошло уже, блин, в середине войны, когда самая жесть уже, ему это самое, он опять-таки открещивался всеми силами, от этой должности, не брал на себя эту ответственность, он всегда настаивал, что нужно управлять совместно, коллегиально, короче, это самое, чтобы не один человек все решал за всех, а чтобы это все решалось коллегией, обсуждалось все, потому что он боялся того, что он может, его решение может быть неправильным, а его будут просто по умолчанию подчиняться, да, без возможности ему возразить, скажем так, а если он ошибся, вот просто чисто по-человечески, да, я вот ошибся, но мне все настолько доверяют полностью, вот, и подчиняются, и боятся мне перечить, да, потому что я главный, мне надо подчиняться, да, он этого не хотел, и он вынужден был на это пойти уже в середине войны, почему вот, если сказать, если он так любил власть, если он так хотел всем командой, всем руководить, почему он сразу не пошел, не принял с радостью эту должность, да, в начале войны, ну, сейчас говорят, он просто боялся, он плакал под стулом три дня, когда узнал, что война началась, да, под столом, да, и поэтому вот не хотел, ну, значит, да, ну, охотно верю, охотно верю, да, плакал, ладно, но сам факт, вот у нас есть целая толпа всяких вот этих представителей ЦК, я напоминаю, что каждый из них за что-то отвечал, включая и Сталина, вот, и у каждого была какая-то отдельная своя ответственность, нам показывают, вот в этом фильме даже конкретно, вот возьмем его как за основу вот этого мышления, вот этого, да, нам показывают, что остальные члены Политбюро здесь не нужны вообще, вот от них вообще толку нет никакого, вот вы знаете, опять-таки это все отдает современным, современностью, вот это как, знаете, у нас сейчас Государственная Дума, да, или правительство, да, там у нас, что у нас царь сказал, да, верховный наш это самое, государь, эти все безропотно принимают, никто, ничего не это самое, все только под козырек берут, да, и вопрос складывается, нафига вы нужны, и такое ощущение складывается, что у нас сейчас Государственная Дума нужна только для того, чтобы какие-то идиотские законы придумывать, вот всякую ерунду, короче, какую-то, которая просто недоумение вызывает, а если что-то серьезного, дело касается чего-то серьезного, ну там, например, изменение в Конституции, да, там, или повышение пенсионного возраста, там, или, например, вот военные какие-то действия, да, где-то как-то, да, кое-где у нас порой, вот эти все решения, судьбоносные имеются в виду решения для страны, и судьбоносные решения для народа, не просто какая-то фигня, там, типа, что-то переименовать, там, что-то отменить, что-то какое-то там, какие-то новые налоги какие-то дебильные придумать, или какие-то новые ограничения какие-то придумать, совершенно непонятные ниоткуда, непонятно откуда растущие, а вот что-то реально серьезное, что может повлиять на жизнь каждого, да, серьезно повлиять, это все исходит с самого верха, как бы, да, как, ну, по крайней мере, нам так показывают, то есть, вот, царь сказал, все остальные эти ниши, которые под ним находятся, все, о, так точно, никто даже никакого слова, это самое, ну, там что-то вякает какие-то единицы, чисто так, для разнообразия, чтобы показать, что у нас плюрализм какой-никакой есть, да, знаете, но в основном-то все единодушно за, вообще, только так, и вопрос складывается, а нафиг они вообще нужны, вот, я, например, понять не могу, зачем они нужны тогда, если у нас президент один, да, он прекрасно с этим справляется в одно лицо, и нам зачем правительство нужно, или зачем нам дума нужна вот в такой ситуации, да, вот зачем она нам нужна, фильмы какие-то запрещать только, да, какие-то непонятные, или там что-то, это самое, ерундой какой-то заниматься, вот, вот для чего, есть президент, есть министры, каждый министр за какую-то отрасль отвечает, президент вот такой мудрый и такой, как бы, всезнающий, да, получается у нас так, по идее, да, если так посмотреть, если так посмотреть, у нас все решает он один, он сказал, это безропотно должны все выполнять, зачем нужны еще какие-то органы власти, вот, по идее, эти органы власти, они как раз-таки нужны, чтобы уравновешивать власть президента, не то, что даже ее уравновешивать, а вообще, по идее, это не президент должен все придумывать, по идее, вы понимаете, президент, он не для того, чтобы придумывать что-то, он для того, чтобы озвучивать то, что было принято совместно правительством, и озвучивать окончательное решение. Что вот так и так. Вот было такое решение, где все, включая меня, президента, посовещались, выдвинули, проголосовали и решили, что нужно нам внедрить такую-то вот вещь. То есть это не от меня, не от президента пришло, а мне это предложение пришло на рассмотрение. Понимаете? Мы это все совместно коллегиально обсудили. Я еще раз это все хорошо продумал, потому что решили-то все, а ответственность лежит на мне, как на президенте, правильно? То есть его можно понять в этом плане, что отвечать-то он будет, потому что он подписывал. Он был, скажем так, последней инстанцией, которая в жизнь пустила вот это вот решение, которое было коллегиально принято. Он на себя взял ответственность эту, берет как бы на себя ответственность. А у нас получается президент придумал, остальные все, кто под ним, вот эти вот там органы власти, правительство и там дума, там верхняя палата, нижняя палата, они все это, да, да, конечно, конечно, конечно. И президент, ну так и бы, и президент, потом возникает такой идиотизм. Они то, что президент придумал, президент спускает это предложение вниз, вот этим вот палатам всем, да, те безоговорочно соглашаются с этим и, внимание, отправляют президенту на рассмотрение. То есть они отправляют президенту на рассмотрение то, что сам президент и придумал. Ну, что это за чушь вообще? Вообще, когда смотрите, интересно, задумывайте о вменяемости происходящего, то, что у нас транслируется на нас постоянно. То есть, президенту дали на рассмотрение вот такой-то закон, который двумя-тремя месяцами, либо днями назад, даже не месяцами, а месяц назад, 2-3 недели назад, сам президент предложил. То есть, он сидел и говорит, я вот предлагаю, нужно сделать вот так вот. То есть, после очередного какого-нибудь своего там, может быть, там какого-то, как сказать-то, пресс-конференции или еще чего-то, он вот-вот, я выдвину это предложение, там вот он его выдвигает, там все такое. А потом ему нужно рассмотрение. Ересь, короче. Вот. А тут для чего, собственно, формировалось это вот самое политбюро? Оно и формировалось для того, чтобы максимально уйти, максимально уйти от этого царствия, от этого вот единоначалия, фактического единоначалия, что вот был царь, который как бы вот все решал один в одно жало. И правильно, неправильно, без обсуждений, все эта херня принималась. Вот. Никто перечить не мог. А тут, понимаете, во-первых, как бы во всех странах, где вот были монархии какие-то, ну в большинстве стран, тем или иным способом пытались уйти от этого. Где-то вот реально революции буржуазные происходят, как во Франции, например, да. Где-то, как в Британии, например, пытались, ну и как бы внедряли, короче говоря, парламентскую систему, то есть чтобы не просто все зависело от короля или от королевы, а это все нивелировалось парламентом. Вот. То есть во всех странах вот так. То есть пытались от этого уйти как по всей возможности, потому что это устаревшая система уже вот в единоначале. В Советском Союзе пошли по такому принципу, что вообще не должно быть, ну в оригинале, не должно быть вообще единоначалия ни в коем роде. То есть не должно быть главой страны, главой страны, ну главой государства, главой государства должна быть партия. То есть не какой-то лидер управляет этой страной, а партия управляет этой страной. А партия в свою очередь состоит из множества, множества, множества представителей, которые выдвинуты с самых низов. Ну вот, например, грубо говоря, вот вы работаете на заводе на каком-то, у вас, и вы знаете, что есть какой-то мужик, который прям вот он деловой, он нормальный. Нет, реально, он просто, ну все его прекрасно знают, что он это самое честный, справедливый, нормальный, и как бы, понятное дело, что у него есть очень много идей, которые он предлагает, да. Он сам что-то реализовал в меру своих сил, но если у него бы появились более какие-то серьезные возможности себя проявить, да, он бы себя еще лучше как-то мог проявить, да, если, ну, уже в плане на всю страну. Вот, короче, этого мужика двигают во власть, двигают в депутаты, так называемые народные депутаты. Это вот как раз-таки представитель, то есть он, во-первых, становится, ну, естественно, он становится членом этой партии, это понятное дело. И выдвигается в депутаты, то есть депутат это не как сейчас, это, знаете, хозяин жизни какой-то, господин очередной, какой-то дворянин, даже так вот можно сказать. То есть какое-то сословие уже отдельное. А в оригинале, когда вот это, большевики все это только внедряли, депутат, народный депутат, это был именно представитель от народа. И причем самое интересное, это самое главное, что он не сидел в это самое, в думе там в какой-то, не просиживал штаны, не дрался там, и не орал, короче, ерундой не взял, не спал, короче говоря, там, на заседаниях. А были пленумы, были, короче говоря, выездные эти всякие, как бы, заседания, совещания. То есть когда человек, то есть он как вот работал на этом заводе, он так и работает. И вот в этом-то был как раз прикол. То есть его освобождали от работы на какое-то время, чтобы он мог участвовать вот в этих заседаниях. Вот. Он туда уезжал, там, в Москву или куда-то, я не знаю, где там, в зависимости от того, от какого он был там, ну как, какую он депутатскую конкретную вот эту вот позицию занимал там, да, там, в муниципалитете там или на федеральном уровне, может быть. Ну, неважно. Короче, вот он уезжал на какие-то совещания, там он выступал, там он голосовал, там все такое. А потом-то он возвращался назад на свой опять родной завод и продолжал дальше работать. И к нему мужики просто подходили и говорят, ну что, Васильич там рассказывает, что, как. И он, во-первых, не просто прижал, он еще должен был выступить, потом доложить, отчитаться перед коллективом, что вот так и так, вот я был на этом самом, вот выступали то, говорили то, я предложил вот это, вот это вот приняли, вот это не приняли, вот это будут рассматривать, вот это вот все. То есть, понимаете, был как, была эта самая прямая обратная, ну, прямая и обратная связь. То есть, депутат не просто сидел там и ни за что не отвечал, а он и отрывался, просто жил в другом измерении, в другой вообще параллельной вселенной, за заборами, за какими-то это самое, И только, знаете, для показухи встречался с простыми смертными. Нет, депутат вообще больше свою часть жизни, он был обычно таким же простым смертным. Просто у него на нем лежала ответственность за представлять интересы рабочего класса. То есть, даже не того же, не просто рабочего класса, а коллектива, который его выдвинул, понимаете. И от каждого коллектива выдвигались такие люди. От врачей, от инженеров, от рабочих, от колхозников, от спортсменов, от всех, от писателей, от всех групп. То есть, вот как раз набивался полный зал, где в этом зале сидели представители каждой какой-то отрасли, какого-то отделения народного хозяйства. Каждый слушал, каждый понимал, как очередное какое-то нововведение коснется его отрасли. И он либо поддерживал это, либо критиковал, говорит, ребят, вот если вы это сделаете, вот на нас это отразится так-то так-то, потому что мы зависим от этого, от этого, понимаете. Вот как это все... А политбюро, политбюро, это опять-таки были не какие-то там дворяне, да, которые по статусу, по сословию, по своему, вот были вот просто такими крутыми, да, там, по праву наследования. Нет. Это была вот эта как раз выдвиженческая пирамида. То есть, выдвигали, когда выдвигались вот из всех всех, то есть, ну, понимаете, что вот, например, у нас 10 больниц, там, в разных местах страны, каждая больница выдвинула своего депутата, то есть, своего какого-то представителя. Из этих 10, то есть, у нас уже есть 10 человек, из этих 10, понятное дело, выдвигается, там, 2-3 самых ответственных, которые вот из этих 10 самые ответственные. А из этих 2-3, ну, это прям совсем грубый пример привожу, как это все работало, да, а из этих 2-3 уже избирался один, один, который конкретно уже возглавлял самую вот эту главную верхнюю часть, линию вот этого вот всего правительства, да. И вот из этих всех формировалось это министерство, вот это все, понимаете. А уже из министерства выдвигались те, которые не просто одной отраслью, за одну отрасль отвечали, а отвечали за целое направление, то есть, за несколько отраслей, родственных отраслей. Ну, например, не просто ты отвечаешь за выплавку металла, а за выплавку металла, там, угля, там, добычу угля, там, еще чего-то, там, нефти, ну, какие-то ресурсов, да. То есть, за добычу ресурсов и за, там, какую-то вот обработку каких-то стратегических каких-то там материалов. Отвечает один человек. То есть, если вот он настолько реально крутой, настолько он реально способный, что он способен один контролировать вот этих всех министров, которые вот это все отдельное, вот это все направление, и отвечать за это. Вот он именно конкретно уже являлся председателем. И вот как раз Политбюро состояло именно из этих председателей. То есть, это ответственное за каждое вот эти направления народного хозяйства отдельное. Кто-то за военное отвечал, как Ворошилов, вот в данном случае, например, да. Кто-то там за какие-то вот, за народное хозяйство отвечал, за отдельное, за какие-то, до производства там, за сельское хозяйство отвечал. там за все такое короче вот за культуру вот они все вот были как раз это ядро понимаете и у этого ядра была была своя был свой президиум то есть те которые были способны ну как не то что способны а те кто были на максимально авторитетны для того чтобы управлять собраниями совещания уже от этого ядра самого верхнего политбюро вот туда как раз ходил сталин вот в эту управляющую верхушку которая не говорила будет быть посему а просто они были для того нужны чтобы суммировать все предложения которые выдвигаются разными представителями членами политбюро выводить какой-то итог из этого всего и предлагать окончательный результат что ребят вот мы вот это все решили это 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 поэтому вот пришли к тому что нужно сделать это нужно ли это сделать давайте решим все голосуют если большинство проголосовала за все это принимать вот так это работало и даже в я говорю что это можно было даже посмотреть вот пожалуйста любую хронику возьмите как вот эти вот заседания при они все эти заседания ни одно ни одно не было закрытым все были открыты все это самое, можно при желании найти в сети. В 80-е годы, особенно я сам это время еще застал, они задалбывали вот эти вот заседания, их целыми днями показывали, как не включить телевизор, там вот эти заседания шли. Каждый день они там заседали, каждый день они там решали, каждый день говорили что-то. Да, это сильно утомляло, это, смотри, потому что это очень нудно было, особенно для ребенка, я знаю, ребенком был, короче говоря. Но сейчас уже, оглядываясь назад, ты понимаешь прекрасно, что это как раз таки вот та самая обратная связь, которой нет сейчас. Сейчас нам уже, знаете, доводят до сведения. Вот Дума проголосовала и приняла вот это, вот это, вот этот закон. То есть уже, знаете, уже постфактом, что его уже приняли. Примите, получите, распишитесь. А раньше такого не было. Раньше, прежде чем вот это принять, там целая Санта-Барбара была, да? То есть каждый день, это самое, в течение недели это шло только чисто обсуждение вот этого всего, что нужно сделать это. И вот это вот один выступал, критиковал, нет, не надо. Другой, нет, надо. Вот они там спорили, они там что-то общались. Может, была, конечно, фигня, кто-то скажет, да? Но с другой стороны, вы понимаете, а сейчас что? А сейчас этого нет. Да, сейчас нас не напрягают этими всеми балабольством, да? Нам просто уже говорят, не тратят наше драгоценное время. Нам просто говорят, вот мы за вас, ребят, уже вот это решили, все. Получите и распишитесь, теперь вы будете жить вот так, потому что мы уже это приняли, и обратного хода нет. А тогда это все было в реальном времени, можно было смотреть каждый день, как к этому движется процесс, и не просто это все было, а там еще это все обсуждалось, и все это самое. Понимали все за и против высказываний, и еще какая-то была даже, опять-таки, та же самая обратная связь, то есть те самые народные депутаты, которые там выступали, они еще, у них был какой-то лаг времени, они могли еще совещаться, и могли еще принимать, вот именно как раз-таки принимать те самые предложения, которые в процессе вот этого вот этих обсуждений появлялись, понимаете? Вот как это все было. Я не хочу сказать, что это было замечательно, идеально, нет. Естественно, это требовало каких-то доработок, но естественно, нужно было что-то думать, как это все реализовывать более, ну, как скажем так, эргономично, что ли, плавно и грамотно, да? Да. Но это было, вот если рассматривать, вот так, тоталитаризм же, да, то это по сравнению вот с нашим временем. Вот сейчас тоталитаризм самый настоящий, когда у нас действительно нет никакой возможности повлиять на, ну, точнее, она есть, эта возможность, но она, знаете, такая призрачная, стремящаяся к нулю, и у нас единственная эта возможность осталась повлиять на события только через средства массовой информации, то есть подняв какой-то бурю негодование. И поэтому сейчас, вот если вы замечаете, вот эти все дума там и прочее, они вот выдвигают, вот выдвинут какой-то закон совершенно жесткий, какой-то людоедский, да, буря поднимается, вот, они тут же этот закон закрывают, отклоняют, ага, ну, пока не будем. Потом смотришь, этот же самый закон опять появляется уже, ну, уже года через три, вот так вот, там, через пять, вот так, когда опять, ага, опять шум поднимается, опять его откладывают, шум не поднялся или там недостаточно шум, все, хобус может протолкнули уже, вот, и это, вот это, это единственный сейчас остался, который у нас, у народа, единственный способ вот так вот воздействовать, просто шуметь, топать ногами и свистеть, а так что вот непосредственно участвовать в этом процессе, когда ты вот реально мог подойти к своему депутату, вот, ты работаешь, например, курьером, ну, как сейчас, да, и вы выдвинули депутата от своего курьерского сообщества, вот он вернулся из Москвы, там, и опять продолжил, продолжил на велосипеде ездить, развозить эти самые заказы, да, а вы ему говорите, там, типа того, там, Вася, ну, что вы там решили-то, короче, да вот тот и тот, а как же это и это, да, ну-ка, вот, как бы, понимаете, это самое, вы какие-то, ну, у нас вот такая вот проблема, у нас вот это вот, он все понял, я это все доложу, и он уезжает на следующее заседание, он доносит это, это все не свое решение, а общее коллективное решение, он начинает там отстаивать, там, и прочее, и вы уже смотрите телевизор, например, тот же, смотрите, как он выступает, там, да, как он, это, там, задницу рвет, короче, за вас, за все, и вы понимаете, что это не он, не он бьется за справедливость, а вы вместе с ним, он просто ваш представитель, он просто озвучивает ваши, озвучивает ваши предложения, ну, понятное дело, я же, я согласен, что к 80-м годам в СССР все это уже окончательно свалилось в такую, знаете, чисто формальную риторику, чисто формальную говорили, там уже такого не было, то есть все говорили, да, допускалось, все говорилось, а воз и ныне там, как бы решение принимались все равно, уже к этому единоначалью все вернулось, опять-таки, Горбачев стал окончательно полностью царем, можно сказать, да, и до этого Брежнев уже, может быть, был царем, вот, и это уже вот реально было настоящее единоначалье, которое все решалось, опять-таки, подписью и решением, окончательным словом вот этого царька, который над этим всем стоял, да, но, по крайней мере, вот эти рудименты еще видны были в Советском Союзе, сейчас и этого уже нет, сейчас вообще уже все это полностью, сейчас вообще смыслы, раньше хоть смысл был в том, что можно было послушать, как депутаты вот эти там что-то обсуждают, да, они, по крайней мере, какая-то идет работа, какая-то идет движуха, видно, что они просто это говорят, а видно, что они с земли, с полей откуда-то эту информацию несут, а сейчас мы видим просто людей, живущих в другой, на другой планете, да, которые по телеку показывают, которые просто непонятно там что делают, что-то выдумывают непонятно не связанное сейчас совершенно с нашей жизнью, а над ними сей царь, который вот что решает и свои же предложения потом подтверждает, как говорится, и все, то есть вот такая вот фишка, вот что, как говорится и странно, понимаете и поэтому вот мы понимаем, что вопрос это самое, зачем там нужно было политбюро а политбюро вот для чего нужно было оно было именно для того, чтобы там не Сталин ходил, а все просто там ходили вот вокруг него, а в этом фильме показано, что у нас вот вся информация, вот реально, вот если смотреть весь фильм, вся информация какая-либо, даже не говорю про то, что полезно и бесполезно просто информация, просто слова, просто речь вся информация исходит только в первую очередь от Сталина и немножечко так от Берии, вот чуть-чуть потому что Берия, он все время так, знаете, как-то молча все так вот это вот, молча как разыгрывает видно, что он лицом вот этой своей игрой вот это отыгрывает какие-то какие-то действия а Сталин единственный, кто там говорит все остальные члены политбюро это просто вот картонные куклы, которые вам даже ничего не говорят вообще ничего, они просто там ходят от них толку никак, они даже не произносят никаких слов, у них даже нет никаких реплик вообще они просто там присутствуют как массовка вот реально, они ни для чего не нужны они ходят, пьют чай, смеются, едят конфеты и смотрят фильм какая-то, какая-то более-менее информация, которая вообще идет от этого политбюро и сходит из уст Сталина только все, остальное политбюро вообще молчит, просто оно молчит самое-то главное в этом фильме никто и ни слова не сказал никто никакого предложения не внес, никто ничего вообще не высказал, кроме Ворошелла, который оба, ты вот там что-то про реорганизацию говоришь пошель нахер, все, первый попытался что-то сказать тут же был послан и заткнулся до конца фильма ну ересь, ересь просто я считаю, полная ну идем дальше показывают, сменяется кадр, показывают вот этот зал где смотрели кино Сталин, товарищи, и вся эта кодла эти попова, шмопова, все эти халуи, короче, этот хер который сидел в будке, саншайн, толстая, короче, это буфетчица сидят, значит, в этих креслах и как шоколье, короче, какое-то подъедает объедки, оставшиеся после сталинских вот этих всех хозяев, жрут конфеты, короче говоря, это самое, и это самое, короче, короче, саншайн в дверях мнется, а этот, который доносы писать научился, значит, что стоишь, давай, налетай и жрет конфеты, и все, короче, там стоят, короче, хавают конфеты, вот, а можно? валяй, давай, раз коробку открыли, значит, они больше не будут доедать, и прям это, хавают там чуть ли не целыми горстями эти шоколадные конфеты, короче, жрут, как сидят, короче, там, там толстая, короче, ходит, возмущается а где с ликером конфеты, сожрали уже? такой, да, с ликером конфетки любят, короче, прям а саншайн, короче, подошел к креслу, на котором Сталин сидел, и его ощупывает, ощупывает пощупал, сел, короче, такой, и прям, ээээээ, такой оргазм такой наступил от удовольствия, жирная, короче, говорит Как тебе в кресле-то хозяина? Ещё тёплым поди, короче. Тот такой сидит, короче, просто наслаждается такой, короче. Ну и сидят, короче, там лясы точат, а этот спрашивает один там, короче, а чё это, ну вот, главный ты чё это? Короче, разозлился сегодня, на Ворошилова чё-то наехал, а второй ему отвечает. Так финны нам дали, короче, на границе, вот он не простил ему. Ну, такой, блин, не знаю, такое ощущение же, простил, не простил, при чём тут это самое? Ой, господи, опять-таки, как будто, я не знаю, такой царь, короче, какой-то. И остальные все просто какие-то, не знаю, пешки просто какие-то, даже не знаю, пешки, не пешки, а просто какие-то буратины какие-то вокруг ходят, потому что бессловесные, безэмоциональные. А он только вот это вот там прощает их, не прощает, чё вообще, как какой-то это самое? Я ещё раз повторю, всё это решалось, все эти темы, с удачами, неудачами там где-то как-то, все они обсуждались и решались именно коллегиально, строго. Ни один Сталин там на кого-то обижался, оскорблялся, блин. Это всё оговаривалось совместно, то есть, если кто-то там косячил, то это разбиралось всеми вместе. И не он там не прощал там чё-то там, а если там нужно было действительно что-то осудить, что-то раскритиковать, то это всё совместными решалось усилиями. И ни одним Сталином как бы это высказывалось там. Странно, конечно, и чё, смысл-то вон, что он на него, ему не простил, а чё он вам теперь просто всё время нахер посылает, что ли будет ходить всю жизнь теперь? Непонятно, блин, бред какой-то. Тут, короче, крик, встань! И Фредди Крюгель заходит такой, зашёл такой, короче, все вскочили такие тут же, зашёл, конфеты все сыпал, короче, себе в какой-то это самое, ну почти все там. Там, какой-то этот ларец какой-то, взял подмышку и ушёл. Ну, Саншайн такой тоже, несколько конфеток взял, в какую-то тряпочку такой. Э, такой, этому, говорит, куда, ну, смысле, этот, никакого, его напарник-то этот новый. Куда это ты? Да жене, жене хочу отнести. Вот когда будешь, короче, заместителем начальника особого отдела, вот тогда будешь там и конфеты таскать. А сейчас пока, самый, сиди и жри здесь, короче. Здесь жри хоть сколько угодно, а домой говно свое понесешь, ха-ха-ха, и опять такой все смех такой, ха-ха-ха, все хихикают, ха-ха-кают, такая все искрометная шутка просто такая, то есть, ну, вы понимаете, да, то есть, конфеты выносить никакие нельзя, можно только жрать их здесь, короче говоря, подъедать то, что упало с барского стола, вот эти вот недоеденные объедки, короче, вот халуи с удовольствием и с наслаждением, короче, чавкают. Сначала самые высокие халуи, короче, собирают то, что повкуснее, да, а то, что даже они побрезгивали взять вот остатки, это доедают еще более низкие, короче, халуи, короче. Ну, я говорю, что тут вот, скорее всего, все-таки вот чувствуется рука мастера, да, чувствуется жизненное, как бы, пространство жизненное, да, в котором Кончаловский обитал, то есть, вот, он, наверное, наблюдал за своими собственными халуями. Ну, он сам тоже, как бы, в общем-то, какое-то отношение имел, там, как за кем-то так же что-то повкуснее, какие-то подачки, может быть, собирал, я не знаю, таким образом, ну, просто как опыт есть, наверное, да. А у него самого тоже были свои халуи, которые, то, что он уже бросал так вот, кидал им какие-то кости вот так вот, они так набрасывались, это самое, и он, наверное, тоже так же вот свысока на них смотрел. Ну, ёпро СТ, ну, вы что, вы хотите сказать, что в Кремле не было своего буфета, где вот эти все сотрудники питались, и где вот эти самые конфеты были в избытке просто, я не знаю, там, пожалуйста, и не только конфеты, а что угодно, так же все там, блин, можно было, короче говоря, приобрести и сожрать. И я не знаю, я что-то думаю, что это как бы из буфета, по-моему, что-то принести домой тоже не запрещалось, это не какая-то там секретная информация, накупил ты там что-то, какую-то там эту коробочку конфет и принес домой, ну, так просто ты каждый день эти конфеты-то жрать не сможешь. Что-то вот покажут, они просто их жрут какой-то, они никогда конфет не ели, да, я согласен, если действительно человек никогда не ел ничего вкусного, да, и он вдруг оказался рядом с изобилием каких-то деликатесов там, да, вот тогда да, он может на все накинуться, да, но один день у него такой, два дня, три, а на четвертый это все ему приестся, и он просто перестанет вообще даже как-то внимание обращать на это, Ну, вот вы сами представьте, да, вот вы сейчас заходите в магазин, там куча конфет лежит, короче говоря, понятное дело, что это просто из-за того, что сейчас есть изобилие и есть доступность к этим конфетам, да, но так у них так же было, вот, я бы согласен, если бы вы показали, ну, вот Саншайна, да, вот он пришел, да, он до этого конфет типа никогда не ел, типа в Москве, может, представим, что их вообще не продавали тогда, хотя это не так, на самом деле продавали, но, допустим, вот не было, как показывает нам этот фильм, да, то опять-таки в парадигме этого фильма В Москве ничего не было, пустые полки магазинов, все жрали только винегрет и водку пили, и все, это единственное, что продавалось в магазинах, как вот нам показывают, да, и тут внезапно конфеты, ребята, вот это да Вот, 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 вот если бы показали, что только Ваня на конфеты набрасывается и сметает их, а тем бы на него так смотрели, типа, ну, давай-давай, отъедайся, отъедайся, малой, давай, короче говоря Вот это было понятно, еще, это было, по крайней мере, логично, что человек пришел с голодного края, действительно, там, где нет конфет, не продают их А здесь вот, как бы, страна чудес такая в Кремле, да, такая вот, другая планета, здесь конфеты, жри, сколько, хоть от пузы И вот бы он их сметал бы, набрасывался, так нет, их показывают все, они тут работают уже десятилетиями, не знаю, в этом Кремле И они жрут эти конфеты с таким, блин, азартом, как будто никогда просто их вообще, вот, первый день только Сталин решил конфет, конфетами перекусить Дурь какая-то Ну, а дальше опять такую псевдо-хронику показывают И, короче, что-то там Калинин что-то рукой машет, там, орет разоблачить предателей, там, тра-ля-ля И, короче, опять голос от закадра и говорят Вот, значит, когда товарищ Берия разоблачил очередной заговор против хозяина Вот, вот, тогда это самое Мы сами тоже выходили на улицу и кричали «Смерть предателем!» Вот, когда это было, я вот не знаю Не знаю, не помню никто, кто в Москве жил в те времена, из моих там знакомых Кто-то там помнит прекрасно эти все времена Помнит, когда там и военное время, там, да, там, как говорится, что было И, там, прочее, прочее, когда какие-то ситуации Никто что-то, вот, я ни от кого не слышал, чтобы там ходили все, все москвичи ходили по городу И орали «Смерть предателя!» Он говорит, это чушь какая-то собачья То, что, и, вообще, каких предателей разоблачил в 39-м году Берия Ну, вообще-то, единственное, что приходит на ум Это, опять-таки, вот эта история с Ежовым То есть, ежовцев разоблачили Но это было, по-моему, гораздо раньше, чем вот события фильма показывают То есть, там, какое-то время, в 38-м году Берия работал под началом Ежова Ну, как бы, специально его, как бы, внедрили, получается То есть, как бы, он работал заместителем начальника вот этого вот НКВД Вот, а его туда поставили, фактически, получается, как такого засланного казачка Ну, имеется в виду Сталин, короче, сотоварищи, да, те, кто были ему, как бы, еще преданные, да, вот эти вот А это, как бы, были заговорщики, действительно То есть, Ежов там и все такие остальные, там, все это, решайте, братья Вот, и Берия, короче, к ним, как бы, получается, что ли, вот, навязали ему То есть, внедрили, Берия увидел, что он там творит Там, то, что было, ну, все откровенно, все это, все это лажи Вот, и действительно, тут же Ежову дали пошатки А Берию поставили вместо него Он с этого момента начал возглавлять НКВД Вот А Берию, вообще-то, если так вот посмотреть, вот, в течение всей его карьеры Его вот так вот, неоднократно, вот, им затыкали вот такие самые ответственные моменты Вот самые такие, самую такую жопу, короче говоря, которая у нас назревала Берию использовали как такого пожарного То есть, вот, как, вот, вот с Ежовым такая ситуация была Когда Берию вот так вот, как спасителя просто выдернули из Грузии И перевели его в Москву И он вот эту всю, всю шушеру, всю эту разогнал там, короче, в результате Причем не просто разогнал, но он еще потом занялся активной реабилитацией В фильме, конечно, нам об этом ни слова не скажет Тут только про репрессии, про истребление, про ужас и прочее Это во-первых А во-вторых, короче, Берия очень сильно постарался Кто бы, опять-таки, про него что не говорил Но когда его назначили руководить ядерной программой Я не побоюсь этого слова, что если бы не Берия, вот, у нас бы вряд ли мы сумели Что-то вообще реализовать А если бы дальше что-то реализовали, мы бы так безнадежно от американцев отстали Что, ну, просто проиграли бы мы эту гонку И сейчас бы у нас, мы бы сейчас не кичились Вот тем, что у нас, если что, есть ядерная дубина Мы можем показать, мы можем там, т-д-д-д, вот это вот все А вот эти все понты-то, они, их не было бы Если бы не этот гнусный и просто сволочь эта гнусная в пинсне Этот мерзавец, этот Берия, этот гад, да Вот если бы не этот гад, которого сейчас все плюют У нас бы не было просто нашего, нашей ядерной программы Вообще, не было бы нашей ядерной бомбы Которая сейчас позволяет нам какой-никакой суверенитет, короче, сохранять Понимаете, в чем ситуация-то? Кто бы что про Берию не говорил Поэтому вот, как вот сейчас в фильме Вот они тут начали эту тюльку прогонять Что, типа, Берия там разоблачил предателей Опять нам это показывается, как будто это было чисто, знаете, такая, ну, как сказать там Ну, понятное дело, что это невиновных, конечно же, решили всех зачистили, которые вообще не причастны и ничего Просто Берия такой вот садист, маньяк пришел, короче, и начал шурудить А мы-то, конечно же, все верим в то, что это, конечно же, он разоблачил заговор А это за заговор-то был на самом деле Вот как ни крути Или вы хотите же сказать, что Ежов был хорошим человеком Посмотрите на его, на ту его деятельность, которую он устроил, да? Как ни крути И он возглавлял, короче говоря, этот самый ЧК И при нем вот это все творилось И он потом действительно, там, дальше нам этот Виктор говорит Что эти все заговорщики все признались Да, это тоже чисто правда, на самом деле признались Пытались вымолить себе там какую-то поблажку Но Ежова все равно в итоге после нескольких лет Его там, этих всех следствий и прочего-прочего Его, короче, пустили в расход Я думаю, что туда ему, в общем-то, и дорога на самом деле Потому что, вот, и дальше, значит, Диктор говорит 50 тысяч, откуда-то там 50 тысяч Я вот, если честно, не помню точно цифры Которые были действительно, на самом деле, подверглись репрессиям Вот в момент уже, когда Берия пришел Вот, партийных работников отправились, короче Там, на самом деле, не только партийные работники были Но еще и, короче, эти самые И НКВДшники, причем высокие чины НКВДшные Которые из Ежовской этой клики Которые просто участвовали в этом всем И вот так, как раз-таки занимались вот этими Поголовными репрессиями Вот именно такими, что которые были Преступны Ну, то есть, опять-таки, не хочу сказать Что прямо там всех подряд Даже ежовцы, не всех, понятно, подряд Не все подряд из тех, у кого они гребли, короче говоря И уничтожали Были просто невиновными, да Но, опять-таки, там просто как раз-таки Ежовщина, она в этом-то и заключалась Что не только виновных, не только невиновных загребали А всех подряд, просто, не глядя Вот в этом было ее, было ее преступление Что не рассматривай, преступник ты, не преступник Ты все равно шел, короче, под молотки Либо, короче, расстрел, короче Либо тебя, короче, отправляли куда-то на севера Где тоже не факт, что ты выживешь, короче Или все здоровье потеряешь нафиг Просто по одному непроверенному доносу даже Вплоть до того доходило И вот как раз, как раз Берия все это, когда дело-то раскрутила Вот как раз 39-й год, правильно, показывает В общем-то, да, заговор-то был раскрыт Пошли, пошла новая чистка Вот эта, но чистка уже в нормальном, хорошем смысле Слово, чистить начали вот эту всю сволоту Которая этим всем 38-й, 37-й, 38-й год Вот это вот Занималась этим всем беспределом, короче говоря И, но так вот нам не говорят в этом фильме еще то Что также параллельно с этими репрессиями Вот этих всех Все этой сволочи, короче говоря Партийной и чекистской, да Параллельно шла реабилитация Первая реабилитация мощная, серьезная была Она не после смерти Сталина была Как сейчас модно говорить Вот там, культ личности разоблачили И началась реабилитация Начали реабилитировать, короче, невинно осужденных Нет Первая реабилитация, причем массовая Просто массовая, огромная Начались с приходом Берии То, что Берия не просто всех этих Почикал, кто вот это все Занимался этой дрянью, да Но он вытаскивал, по возможности Те, кого, естественно, не успели расстрелять Еще там был таким голосом 50 тысяч портработников расстреляли Да Ну А, почти всех Почти всех из них расстреляли 50 тысяч портработников было, короче, арестовано Почти всех из них Откуда они, интересно, взяли 50 тысяч портработников Ну, блин, я не знаю Это тогда, что, получается вообще Это самое Полностью опустело Все правительство Нет То, что там, конечно, был большой процент Заговорчиков Вот эти, вот Кто на Ежово Вместе с Ежовым, короче, это все устроил Это да Там было много Короче, на 50 тысяч Что-то, опять-таки, вот такие цифры с потолка Не знаю, откуда эту цифру взяли тоже Ну, и, короче говоря Там, Сталин быстро что-то там Расправляется Что-то со своими там Этими Причем тут Сталин вообще Если тут речь идет вообще О противоборстве двух Скажем так Таких, ну, как сказать-то Сил таких, да То есть, одна сила, которая Представляет власть Официальную, да В данный момент А другая сила, которая пытается Эту власть, короче говоря Дискредитировать Испихнуть То есть, реально заговор Короче, ну, как это еще можно назвать Заговор Как вот, если вы хотите Дискредитировать Максимально перед народом Действующую власть С целью, чтобы эту власть Чтобы эту власть убрали И самому встать На это место Или там, привести какого-то Выгодного тебе Лидера на это место Но это заговор называется Только так Вот, когда вот именно таким Когда не в открытую Это все делается А вот именно такими вот путями Причем, самыми паршивыми Ну, и показывают опять Вот, гениальные творцы Конечно, они не могут Без метафор То есть, показывают, короче Парады, демонстрации И нам за кадром говорят Что это парад В поддержку чисток Вот этих вот Тоже Я вот что-то, если честно Про такие парады Ничего не слышал Я слышал Прямомайские демонстрации Там, знаю Постоянно проводились Какие-то там Ноябрьские там Эти самые Демонстрации Вот Военные Там, День Победы Да, там, например Но тут еще нам показывают Еще не День Победы Как бы Война не началась Но, тем не менее Вот, короче говоря Эти И ноябрьские И майские Да Вот это все они А нам за кадром говорят Что это демонстрации В поддержку чисток Ну, не знаю Может быть, я Просто Действительно Не слышал просто о них Может, они на самом деле Были Но как-то это странно Парад защиты В поддержку чисток Как-то вот Как-то это непонятно И Только этот Короче, парад сменился Показывают следом Какие-то Когда говорят-то Про вот эти Вот 50 тысяч Партийных работников Которых там Того Показывают Какой-то То ли лагерь Какой-то То ли Четок Все серое Грязное Такое И толпа То ли каких-то Заключенных То ли каких-то Вот Этих Вот Репрессированных Короче Арестованных Толпа Идет Короче Через вот этот Вот Какой-то Знаете Коридор Не коридор Какой-то Ну, не коридор Такая Знаете Какой-то Улица Какая-то Такая Как в лагере Какой-то Между Какими-то Стенами Не знаю Какими-то Репродукторами Идут Вот Такие Вот Эти Люди И тут же Резко Кадр сменяется Сидит Значит Ваня Саншайн Перед окном А у него Как перед Телевизором За окном Перед глазами Идут Коровы То есть Опять-таки Нам показывают Прямую аналогию Скота Вот Демонстрация Потом Значит Безвольно Бредущие Какие-то Зэки И коровы Идут То есть Это самое В одном И том же Вот Ракурсе Как бы Получается То есть Скотина Короче Советские люди Это скот Нам вот Прямо Тут Показывают И что Хотят С этой Скотиной То и делают Захотят На мясо Вот На мясо Захотят Короче Говоря Выгнать Травку Пощипать Выгоняют Короче Хотят Кнутом Ударить Ударяют Хотят Зарезать Зарезут То есть Вот Короче Вот Полностью Безвольное Тупое Мычащее Быдло Вот Нам Прямо Доносят Такой Месседж Красивый Понимаете Вот Он Совок Вот Он Самый Смотрите Вот Как Это Чтобы Ассоциации Сразу Возникали С этим Со Скотом Короче Говоря Прямо Вот Это Самое Вот Ой Ну Короче Иван Сидит Перед Окном И Говорит Люблю На ноги Смотреть Хоть И на Коровьи Причем Без Разница Корова Там Не Корова Что-то Как-то Не Понял Смысл Этой Фразы Прямо Как У Тебя В Деревне Жене Своей Говорит Прямо Как У Тебя В Деревне Тоже Там На Коровьи Ноги Смотрел Или Че Или У Нее Коровьи Ноги У Жены Не Понимаю Коров Короче Потом Опять Показывает Коров Гонит По Переулку Где Они Живут И Знаете Переулок Специально Такой Ракур Взят Тоже Безликие Стены Такие Без Окон Без Всего Непонятно Чуть Дома Такие То есть Просто Серые Стены Ничего Там Нету Этих Стен Они Просто Пустые Облезлые Какие Чуть Ли Там Какие Все Такие Темные Такие То есть Реально Как будто Тюрьма То есть Как будто По двору Тюрьмы Короче Гонят Вот этих Зэков Это То же Самое Только Коров Показывают Коров Идут По этому Переулку И переулок Весь Тюремных Стен Состоит Тоже Такая Знаете Прям Аллегория А Ванька Значит Залез На Стул Снял Портрет Ворошилова И Вместо Него Повесил Портрет Сталина Понимаете Вот он Вот он Короче Говоря Это Самый Прогресс Прогресс Такой У него Идет То есть У него Был Любимый Ворошилов А сейчас У него Любимый Самый Сталин И дальше Какая-то Такая Бредятина Короче Идет Жена Короче Такая Что-то Там Делает За столом Такая Смотрит А что Ты Ворошилов Портрет Снимаешь Разлюбил Его Или Он теперь Тоже Враг Народа Вот Ваню Просто Перекосило Рожа Короче Там Опять Мимика Косит Корежит Это Все Короче Как Джим и Керри Короче Он такой Что ты Сказал Да ничего Ваня Ничего Кто тебя Научил Сразу Пошел К двери Не послушивают Ли Ничего Кто тебя Научил Да никто Я просто Так сказал И прямо Ландыш Перекосоебивает Вообще Просто Весь Дергается Какой-то Блин Я же Пошутил Да ты знаешь Что у вас Такой шутки Бывает Ютубер Схватил Я там На кровать Швырнул Убежал Открыл Дверь Посмотрел Назад Вернулся Дура Дура Деревенская Ты что Вообще Ничего Не понимаешь Дал бы тебе Прям По морде Задушил бы тебя Прям Вообще То есть Ну как бы Нам Понятное дело Что нам Показывают Как Оскотинивается И ожесточается Человек Который Тусуется С этими То есть От них Ему Передается Вот это Вот Сволота Вот это То есть Он был Таким Добрым Таким Вот знаете Милым Таким Человеком Таким А тут Он превратился В такого Просто Зверя Он готов Задушить Короче Избить Просто Там Вот Свою Любимую Жену Да То есть Вообще Там Из-за Каких-то Слов Просто Но тут Короче Он бы Может быть Даже дал По морде Своей жене Но тут В этот момент Ситуацию Спасла корова Тоже нам Такой Яморок Показывает Ну как Вы знаете Вот Чтобы Немножко Разрядить Опять-таки Очень сильно Калившуюся Обстановку Показывает Нам Окно В окне Появляется Коровья Жопа И она Начинает Ссать Прямо Короче В квартиру Ваня Хватает Портрет Ворошилова И начинает Эту жопу Затыкать Этим Портретом В разные стороны Летит Моча Короче Куда Ссаешь Пошла Показывает лицо Крупным планом Лицо Жены Она сидит И утирает Лицо То ли от слез То ли от коровьей мочи Короче Непонятно Что это Ситуация Ваня орет Вот такая Развязка Неожиданная